Послание Колоссянам, 3 глава, 10 стих. Мы должны обязательно сказать с вами о том, что у нас есть два человека. Два человека. Первый Адам и второй Адам. Ветхий Адам и новый Адам. И Колоссянам, 3 глава, 10 стих, здесь сказано, и облегшись, то есть одевшись в нового. Давайте с девятого. Не говорите лжи друг другу, с облегшись, то есть сня, ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Если схематично описать, то это может выглядеть так. Вот человек, а вот это вот его внутренний человек, духовный человек. Значит, снаружи он обыкновенный человек, но он непростой. Внутри его живет новый человек, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, ссылку мы можем написать в 2 Коринфянам 4, 16. 2 Коринфянам 4, 16. Здесь четко говорит апостол Павел, что поэтому мы не унываем, но если внешний нас человек... Какой внешний? Вот этот вот. Вы со мной? Видите, да? Вот этот внешний человек. Если внешний нас человек и тлеет, а он тлеет, и еще как тлеет, то внутренний какой-то... Это вот этот вот, тот, который находится внутри нас, Христос, наше новое начало, наше новое рождение. То внутренний со дня на день обновляется. Если наш внешний человек... То внутренний, что со дня на день, он обновляется. И здесь говорится, что мы с вами снимаем ветхого человека. И что вообще у человека есть? Какие органы важны для него? Сердце, правильно, да? Сердце. Также важная голова, то есть ум. Сердце, ум. У нас с вами по благодати Божией. Иезекиилия 36, 26. Иезекиилия 36, 26. У нас с вами новое сердце. Итак, у нашего нового человека есть новое сердце. И также у нас с вами есть ум Христа. Ум Христа. И мы функционируем. То есть этот новый человек, мы с вами функционируем в новом человеке. У нас есть ум Христа, 1 Коринфянам 2, 16. 1 Коринфянам 2, 16. Ум Христа. И да, у нас с вами есть также сердце новое. Иезекиилия 36, 26. И в этом это сердце, оно по сердцу Бога. Это сердце Иисуса Христа. Этот новый человек, он никогда не стареет. Он вечный человек. Он всегда пребывает. И обновляется, он обновляется. И в познании здесь сказано. И мы с вами участвуем. То есть мы с вами находимся в этом процессе. У него новое сердце, новый ум. И также у него есть духовная память. У нас есть обыкновенная память. Я помню день своего рождения, да, например. Кстати, ладно. Я помню, когда первый раз пошел в школу. Или когда меня в армию забрали. Или когда я устроился там на какую-то работу. Я помню. Это обыкновенная память. Я помню, как водить машину, да. Или я помню, как ездить на велосипеде. Это обыкновенная память. Но есть, и также у нового человека есть духовная память. Это очень важно. Духовная память, она для чего? Для духовных вещей. Аминь. А духовные вещи это какие? Это Господь пишет на скрижале моего сердца. Что? Свои слова. Десятисловие было написано Моисеем. То есть, Господом было написано на скрижалях каменных, правильно, да? Но мы с вами в Новом Завете, 2 Коринфянам, 3 глава, 5-6 стих. Там сказано, что Господь пишет свое письмо на наших плотяных скрижалях. И это означает, что наши, его мысли, они сохраняются во внутренней духовной памяти нового человека, который помнит Бога, который знает Бога, который помнит Слово Божие и который знает и который понимает духовные вещи. И также мы можем сказать, что у обыкновенного человека, если это полушарие мозга, значит одно полушарие, мы с вами, помните, говорили, оно аналитическое полушарие. То есть, там анализ происходит, там все точно, там вот это все, как человек планирует и так далее. А второе полушарие, оно, знаете, такое полушарие воображения и несбыточных, то есть, мечтаний этих, да? То есть, когда ребенок возрастает, у него вот это полушарие, оно на всю катушку работает. Он там, что-то там, ааа, вот это здорово! И полон вот этих вот размышлений и желаний, и мечты его посещает. Когда мы становимся все старше и старше, у нас это полушарие, особенно у мужчин, оно все меньше и меньше. А в основном такая, да, там, принеси, допадай, это самое, сделай, езжай и так далее. Итак, когда, и давайте мы с вами начертим также и вот эту картину теологическую, где дом, двухэтажный дом, двухэтажный дом. И это картина нашей Вселенной, картина Вселенной. Квастор Шагер частенько употребляет эту картину двухэтажного дома. Итак, первый этаж, это что такое? Это видимый, видимый мир, то есть мир, в котором мы живем, обыкновенный, естественный. А здесь, на втором этаже, Бог, это духовный мир. И поэтому, когда мы с вами приняли Иисуса Христа, а Иисус Христос, Он обитает во всем доме. Итак, Он на первом этаже, и Он на втором этаже. Он во всем был. Он раньше был вместе с отцом на втором этаже, а когда стал человеком, что пришел на первый этаж. И раскрыл нам откровение о втором этаже, что же там на самом деле происходит. И Господь говорит, теперь я дал вам способность через рождение свыше и нового человека жить так же, как и я, во всем, во всем доме. Аминь? Вы со мной? Мы живем с вами во всем доме. И когда нам говорим, когда мы изучаем книгу Откровения, ух, как здорово, нам понятно, у нас работает воображение. То есть воображение не просто там, я себе что-то там навображал, а воображение и представление на основе Слова Божьего. Потому что оно является истинным. И мы также с вами начинаем понимать, что есть ангелы, есть демоны. Хотя этот мир может сказать, да ладно вам это, сказки рассказывать. Почему? Потому что они живут в этом полушарии. У них только полушарие заточено на то, чтобы получить удовольствие, заработать как можно больше денег, что и чтобы мне за это ничего не было. Правильно, да? Чтобы у меня все было, и из-за этого мне ничего не было. И здесь удовольствие, здесь жизнь для себя. А как Господь говорит, нет, я сделал вас новым творением. И поэтому ваш духовный человек, он живет в обоих полушариях. И поэтому Иисус говорит, тот, кто не умолится, как ребенок, не может войти в Царствие Божие. Аминь, да? Это означает, что если вот этим только одним полушарием я буду познавать Бога, мой ум ослеплен. Помните, мы говорили на прошлом занятии? Ни в коем случае. Потому что я должен быть рожден свыше через Евангелие Благодати. Когда я раздаюсь свыше, у меня включается, что я подключен полностью ко всей Вселенной, к духовным вещам. Я уже говорю, вау, вот это да! И для меня уже открыты духовные вещи, и я имею также духовное видение. Так, сердце, ум и еще глаза, да? Глаза, у меня есть духовное видение, я начинаю видеть так, как Иисус видит. А как Иисус видит? Как Иисус видит? Как Он видит? Женщина кладет две лепты в сокровищницу. И Иисус говорит, что? Вот она положила Боже всех. А мы, если бы мы стояли у сокровищницы, что бы мы заметили? Вот этот бизнесмен положил больше всех. Вот такой пресс. Иисус говорит, нет, вдова, которая положила две лепты, она положила больше всех. Господи, ты как-то по-другому видишь, смотришь на все. Господь говорит, да, у меня есть другой взгляд, духовный взгляд, я вижу сердца. Помните, когда Самуил пришел в дом Иисея, чтобы помазать царя из братьев, из сыновей Иисеев? То, когда Самуил вышел такой, и Самуил говорит, а, наверное, вот этот будущий царь Израиля. Господь ему сразу же сказал, нет, Самуил, ты смотришь на поверхность, а я смотрю куда? А я смотрю в сердце. И там ни тот, ни другой, ни третий, ни четвертый, ну, вроде все кончились, а где еще есть кто? Да, есть он там, это самое, пасет овец. Да что за ним ходить? Ну, пускай овец. Самуил говорит, не сядем есть без него, давайте его сюда. И когда он заходит, белокурый, с красивым лицом, Господь говорит, его помажь. Здорово, да? И все могли бы сказать, Самуил, что такое, какими ты глазами смотришь? А он мог бы сказать, у меня есть духовное зрение, потому что Бог дал мне его увидеть и помазать царя. Не такого, какого вы желаете, израильтяне, какого двухметрового, красивого, саула. Я дам вам такого царя, но вы не будете рады ему. А вот я когда дам моего царя, по сердцу моему, тогда вы увидите этого человека. И Давид, если мы посмотрим на него, что огромная часть Писания, представляете, огромная часть Писания посвящена Давиду. Посвящена Давиду. Итак, мы с вами имеем новое сердце, новые глаза, новые умы. И что еще новое? А? Ухо. О! Ухо, которое стало различать духовные вещи. Различать духовные вещи. Можно так сказать, стало заточенным на духовные вещи. Ухо, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям. Имеете ухо? Имеем, Господи. Вот оно, это самое. Вот у меня два уха даже. Господь говорит, не об этом ухе я говорю. Я говорю, а об ухе вот этого вот внутреннего человека. Потому что своими ушами ты можешь слышать все, что угодно, но если у тебя нет уха внутреннего, да, которым ты можешь слышать меня, тогда это не действует. А как, Господи, получить это ухо? Через веру и рождение слышит. Аминь. Итак, это новый человек, который живет внутри нас, и он со дня на день обновляется. И чем больше мы с вами слышим Слово и кормим своего нового человека, а у него диета однозначно, он ничем другим не питается, как чем Словом Божьим. Все. Для него нет других блюд. Только, что, например, что, новый человек, что сегодня будешь на завтрак? Третье царство. А на обед? Книга Псалтырь. А на ужин? Евангелие от Иоанна. Слушай, а может, что, Шелуховца почитаешь? Или ты муж Китера почитаешь? А что это такое? Не-е-е. Они не в моем рационе. Аминь. А в моем рационе нового человека вот это Слово. И мы с вами начинаем удивительную тему. Я думаю, что мы закончим ее. А, ну не сегодня точно. Мы с вами закончим ее на следующем занятии. И эта тема такая. Как быть эффективным? Как быть эффективным, продуктивным, успешным верующим. Как быть эффективным, продуктивным, успешным верующим. И основное слово из этих трех слов – эффективность. Моя эффективность. Как, Господи? Потому что мы с вами точно знаем, что умный человек не всегда может быть эффективным. Человек, который имеет много знаний, не всегда может быть эффективным. Человек, который академик, не всегда может быть эффективным. Аминь. А тут мы узнаем, что, оказывается, глупый человек может быть эффективнее, чем мудрый человек. Как мы сейчас говорили, Форрест Гамм. Он и вложил наши деньги во фруктовую компанию. А, что делать? Да, буду косить здесь траву. Миллиардер, который косит траву. Почему? Потому что есть мудрость. Итак, человек, мы с вами скажем несколько вещей, и мы с вами смотрим не на лица, не на плоть, но мы с вами должны знать определенные вещи. Итак, ученичество благодати – это обучение эффективной, продуктивной и успешной жизни. Ученичество благодати. Вы, находящиеся сейчас здесь, это ученичество благодати, обучение эффективной. Эффективной, продуктивной и успешной жизни верующих. Здесь могли бы находиться многие люди. Аминь. Но их здесь нет. А есть те, кто есть. И Господь говорит, я буду обучать вас эффективной жизни. То, что еще мы с вами должны понимать в этой эффективной жизни, как жить эффективной жизнью, что это духовное обучение. Это духовное обучение. Я хочу сказать несколько слов, что иногда в этом мире люди могут сказать, что духовность – это когда я хожу в театр, например, или в музей, или, наверное, в Третьяковскую галерею. Вот это духовный человек. Нет. Духовность может быть только у того человека, в котором возрожденный дух и есть дух Господний. Аминь. До этого момента все мертвы в грехах и в преступлениях. Ефесянам 2 глава, 1-2 стих. Духовность начинается только тогда, когда рождается новый человек по образу создавшего его. А кто создал его? Христос. Христос. Нас упование славы. Тогда начинается духовная жизнь. И самарянка в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, она говорит, она разговаривает с Иисусом, и Иисус ей говорит здесь, что в 21 стихе 4 главы Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, на какой горе? Сион, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». А почему поклонялись на горе Сион, и в Иерусалиме, и в храме? Почему? А? Как вы думаете? Почему? Почему везде не поклонялись? Почему вместо молитвы и поклонения был Иерусалим, и храм Господень? Почему? Потому что Господь четко и ясно сказал, что когда войдете в землю обетованную, нигде не приноситесь вашей жертвой, и нигде не поклоняетесь, кроме меня. Место, которого я изберу. Аминь. И что он избрал? Какое сначала место? Село, где был Или, Иль и его два сына, Офни и Финьез. Но из-за того, что они отвратились от Господа и отвращали других людей от жертвоприношения, Господь совершил суд. И потому что кто потом идет? Потом идет Самуил, потом идет Саул, а потом идет кто? Давид. И когда Давид захватил у Иерусалима этот город Иерусалима, он стал называться городом Давида. И что Господь говорит? Хочу перенести ковчег Господень. Куда? В город Давидов. Себе. Куда? Я сделал для него шатер. Хочу перенести ковчег. Никто не вспоминал о ковчеге со дня Силома, когда филистимляне разбили Иерусалима. А Давид вспомнил. Хочу перенести ковчег. И здесь будет место поклонения. Когда Соломон построил храм, он сказал, ребята, не нужно нам никуда уже идти, и скинию не нужно носить больше, как мы носили ее постоянно. А здесь Господь сказал, что мои стопы здесь будут навсегда. И Господь сказал, что это будет храм Господень, и построят его не Давид, а Соломон. И уже храм не перенесешь. Правильно, да? Его уже не свернешь, как скинию. И левиты его не могут отнести. Почему? Потому что Господь говорит, на этом месте будете мне поклоняться. И каждый год, три раза в год, люди должны собираться куда? А? В Иерусалим. А как насчет песни восхождения? Помните, да? Псалом? Песнь восхождения. Что это такое? Песнь восхождения. Куда восхождение? А? Смелей. На гору. Ва. Молодец. Восхождение куда? На гору Господню. Пойдем, зайдем на гору Господню. И когда, и все колено восходят, и это называется, о, как, 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 как вы сегодня много уже. Вы узнали, да? Песнь восхождения. Это 119-го псалма. И, по-моему, по 134-й псалм. Песнь восхождения. Песнь восхождения. Это означает, евреи восходят на поклонение на гору Господню в храм. И что? И поют песни восхождения. Итак, там было одно время. А Иисус здесь, то есть одно место для поклонения. А Иисус здесь говорит, и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцом. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем. Ибо, чему кланимся, ибо спасение от иудеев. То есть, я от иудеев, Иисус говорит, я от иудеев, 23 стих, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Что это означает? Теперь, что везде, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, аминь, там Господь посреди них. Понятно? Очень хорошо. Итак, это духовное обучение. Быть эффективным в жизни, это неестественный талант. Это не дается человеку вместе с его рождением из утробы матери. Человек родился в этот мир, и он что? Эффективен. Нет. Это не плотская мудрость. Человек не приобретает это автоматически, когда рождается в этот мир. Это духовное обучение. И это также, это духовное обучение, и Христос обучал своих учеников быть эффективными. Когда они находились с Ним, они видели Его, когда Он говорит, когда Он бежит, когда Он кушает, когда Он проповедует, когда Он спит, когда Он молится. Они были постоянно с Ним, и Он их обучал, обучал, обучал. Чему обучал? Духовным вещам. Не как выскользнуть из определенных ситуаций, используя ложь, или обман, или хитрость. Он обучал им быть эффективными в Царстве Божьем. Ищите прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Итак, это духовное обучение. Что мы еще можем сказать? Что я и мой внутренний человек. Значит, в нашем уме, в нашем уме, где-то в среднем, в районе 50 тысяч мыслей в день. Просказываю. В районе 50 тысяч мыслей в день. Итак, о чем я размышляю? Какая часть из этих мыслей духовная? И мы с вами по мере того, как возрастаем в слове, этот процент духовных мыслей у нас возрастает. Далее. У нас есть также слова. То есть, человек говорит. Человек говорит. И эти мысли обличены в слова. Слова могут быть внутренними, когда я говорю самому себе. Они могут быть, что? Вербальными, когда я говорю другим людям. Итак, внутренние слова. Как насчет того, что Ефесянам 5 глава 18-19 стих. Исполняйтесь Духом, назидая самих себя песнопениями, псалмами, духовными гимнами, воспевая в сердцах ваших Богу, благодаря все, за все Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, да? Назидание самих себя. То есть, я говорю себе, эй, душа моя, ну-ка, возвращайся в покой свой. Эй, душа моя, что удаваешь, душа моя? Это я, что использую слова и говорю, назидаю самого себя. Это внутреннее духовное назидание. И дальше, я говорю теперь уже вербально, и мы с вами говорим, общаемся с людьми. Также идут действия. Действия, они также являются продуктом наших мыслей. То есть, в нашем сердце мы с вами, мы с вами, это сосредоточение всего, всей деятельности человека, и там мы с вами размышляем, и потом решаем, и потом это становится действием. Да, в притче сказано, что каков, вас третья глава книга притчей говорит, что каков, какие мысли в сердце человека, таков и он. Аминь. Не то, что он говорит, он говорит, может, совсем другие вещи. А вот какие мысли у меня, вот таков и он. Далее, мы можем сказать с вами, что моя эффективность также зависит от взаимоотношения с другими духовными людьми. Аминь. Потому что мы с вами были сотворены для взаимоотношений. Для взаимоотношений. И поэтому человек один долго не может находиться. Мы с вами были сотворены для взаимоотношений. И эти взаимоотношения, они разделяются на вертикаль и горизонталь. Вертикаль и горизонталь. Вертикальные взаимоотношения мои взаимоотношения с Богом, а горизонтальные – это мои взаимоотношения с людьми. Если у меня нет вертикальных взаимоотношений с Богом, мои взаимоотношения с людьми будут плачевными и неэффективными, мягко говоря. А если у меня есть вертикаль взаимоотношений с Богом, то тогда Господь помещает меня куда? В собрание святых, где у нас есть духовные собеседники. Аминь. Духовные собеседники. Духовное общение. И в этом духовном общении та истина, которая во мне, или это дискуссия, или это проповедь, или это там на кухне мы разговариваем. Та истина, которая во мне, я слышу, когда эту же истину говорит мой брат или сестра, то во мне есть утверждение «Аминь», да? Аминь на это, аминь на это. Иногда в некоторых церквях вы услышите, пастор проповедует, и там по всему залу «Аминь», 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 да? Кто понимает, да? Аминь, я сам. И так он пошел туда и сказал так «Аминь», 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 пастор, «Аминь». Слава Богу, что у нас это, ну как бы. А то это, знаете, бывает. Аминь. Кстати, сказать «Аминь», да, это становится, знаете, какой-то модой. Да, модой. Я слушаю пастора, и когда он пастор повысил голос и сказал тому, что видите, речь, и все так «Аминь», 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 «Аминь». А на самом деле, да, где-нибудь уже уши в другом месте, и сердце в другом месте. Ну, «Аминь», я на всякий пожарный скажу. Итак, Давид говорит, Давид говорит, сказал Господь однажды, и дважды слышал я это. Что означает? Я слышал слово с кафедры, и внутри моего сердца Дух Господень, и мой новый человек, сказал что «Аминь». Здорово, да? «Аминь». И это что? Общение в теле Христа. Это не просто я иду в церковь. Это тело Христа. Нам оно необходимо. Потому что нам нужно слышать слова, которые будут отражаться в нашем сердце, и мы говорим «Аминь». И ты так. Ух! И оказывается, и ты точно так же думаешь. Господь говорит, все правильно, потому что в вас внутри я, или вы ветхий Адам, или вы новый Адам. А если вы в новом Адаме, то у вас мое сердце, мои глаза, мой ум, мои уши, мои ноги, мои руки, мой язык, мои слова, и вы удивительным образом едины во мне. Аминь? Едины. Как мы можем? Слушайте, если вы посмотрите на учеников Иисуса Христа, вы в диву надеетесь. Как они вообще-то могли уживаться друг с другом? Одного зелота, если взять. Зелот, знаете, кто такой? Он меч в кармане сразу же. Порешить кого-нибудь за веру иудейскую. Вот, вот такие люди были. И они были вокруг Иисуса Христа. Почему они могли находиться вместе? Почему могли находиться разные люди с темпераментом? Например, Петр такой, или Ян Циаков, он сожжем эту деревню. Почему он там с нами не ходит, а нашим именем демонов изгоняет? Что это вообще такое, да? И другие. Фома говорит, да, пока не вложу персты, мои персты в его руки, не пойму ничего. Вот такие люди, и они все, что были вокруг Иисуса Христа. Если мы с вами не вокруг Иисуса Христа, то мы с вами будем искать себе общение по интересам, по работе, по удовольствиям, по хобби и так далее и тому подобное. Но Господь говорит, нет, 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 у нас с вами есть общение, и я веду вас в общение святых людей. Потому что там чистые мысли, потому что там чистые слова, потому что там нет грязных шуток, потому что там я посреди, и там все благословлено мной. Итак, обязательно эффективность нашей жизни, это наши взаимоотношения, наши взаимоотношения духовные. У меня есть духовные друзья, у меня есть духовные собеседники. Ученики разные, но когда Дух говорит со мной, Он подтверждает слово во мне. И когда Иисус говорит, что вам обязательно нужны друзья, потому что Я ваш друг. Иоанна, 15 глава. И дальше Он говорит в 13 стихе, и Иоанна, 15 глава, 13 стих, что нет больше той любви. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей свои. И Иисус говорит, Я друг ваш, Я не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает Господин Ему. А Я рассказал вам все, то есть Я рассказал вам все, что происходит на первом и на втором этаже. И Я не скрыл от вас ничего. Кстати, когда Иисус говорит эти слова, Он говорит, что Я рассказал вам все, и Я не скрыл от вас ничего. Знаете, что это означает? Небольшое такое отступление, шаг в сторону. Знаете, что это означает? И Иисус говорит, одни же том и часи не знает никто, даже Сын, не ангелы, даже Сын, но только Мой Отец. Что это означает? И Иисус решил не знать о времени Своего второго пришествия, потому что если бы Он знал это, я имею в виду, решил знать это, то Он обязательно рассказал Своим ученикам. Аминь, вы со мной? Хорошее объяснение, да? А Иисус говорит, я решил не знать. Это как все равно Павел пришел в Каринфию, он говорит, я решил у вас не знать ничего, кроме Иисуса Христа распятого. Аминь. Я буду говорить только об Иисусе Христе распятого. Иисус говорит, Я сказал вам все, что слышал от Моего Отца. А когда ты приходишь в число, назови, какой год? И Иисус говорит, а Я не слышал от Моего Отца, чтобы Он мне это сказал. Поэтому и вам не скажу. О, в сие ли время устанавливаешь ты Царство Небесное Израиля. Господь что говорит? Не ваше время знать, то есть не ваше дело. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил, в какой? В своей власти. Итак, мы с вами имеем общение и полагаем жизни своей за друзей своих. Аминь. И я хочу сказать еще одну вещь, что благодать это не халява. Забежите себе. Благодать это не халява. Это мое личное определение. Благодать это не халява. Это положенные жизни. Положенные жизни. Это положенные жизни. Чтобы нам получить благодать, Иисус должен был что? Положить свою жизнь. Аминь. Чтобы мы получали с вами благодать от братьев и сестер через служение, через слова, через жизнь. Что? Это положенные жизни братьев и сестер. Поэтому ни одно служение и ни одно доброе духовное дело мы не должны с вами расценивать, как само собой разумеющиеся. И относиться к этому фамильяру. Как будто это так и должно быть. А, пастор стоит здесь, говорит, так и должно быть, чтобы он здесь это самое проповел. А, хор стоит так и должно быть, чтобы они там пели, да? Или еще что-нибудь. Или еще что-нибудь. Мы относимся к этому очень и очень серьезно. Это положенные жизни наших братьев и сестер. И мы не воспринимаем это как халяву. А те, которые воспринимают это как халяву, приходят в церковь и говорят, ну-ка служите мне. Буду есть, буду пить, буду сидеть, буду обогреваться. А когда вы мне скажете, а когда это все в один момент скажут, нет, извини, дорогой, то я пошел в другую церковь. Не нравится мне здесь вот. А? Что это такое? Халява. Нет, это не халява. Это что? Положенные жизни. Иисус положил свою жизнь за нас с вами. Чтобы нам приобрести, то есть не приобрести, а получить по благодати спасение, возрождение, и царство, и мудрость, и все, что есть во Христе Иисусе. Аминь. И мы с вами различаем халявщиков. Да. И посылаем слово с этой кафедры, чтобы им было неудобно здесь находиться, чтобы они самоезали на своих местах. Да, потому что халявщик это ветхий адам. Он присосется и будет принимать, как за собой, само собой разумеющиеся. А потом, когда вдруг что-то не получит, он что? Он будет обвинять и говорить, как это так? Как это так? А мы ему с кафедры чем? Мечом обоведу остроим. На крест. Итак. Так же в общении с вами мы можем сказать, что у нас есть время для обучения. Есть время для обучения. Есть время для простого общения. Что я хочу сказать через это? Не всегда мы проповедуем, встречаемся с братьями и сестрами, и сразу, о-о-о-о, и проповедь пошла. Я вот сегодня здорово назидать друг друга, но нужно знать, когда это сделать. Потому что можно стать тяжелым человеком для братьев и сестры. И они будут у меня всегда у меня доктрина у меня всегда. У меня доктрина у себя. Мне понравился фильм «Иисус. Евангелие от руки. Последний». Когда Иисус веселый, бегает, прыгает, задевает своих учеников. Один раз пастор Стивен сказал на дискуссии. Он говорит, если вдруг я пригласил вас, чтобы подвезти на своей машине, не думайте, что я буду вам проповедовать. У нас может быть такая мысль, что, о, если я с пастором в машине еду, да, обязательно, а что он, что пастор сказал? А он ничего не выиграл, он по телефону говорит. Как жизнь? Чего? Как наши сыграли в хоккей? Выиграли? А, опять прыгали. Да? Аминь, вы со мной? Итак, мы с вами, мы с вами ведомые Духом Святым. И мы с вами что? Различаем. Когда можно слово вставить, и когда замечательная дискуссия будет, а когда лучше просто выслушать человека, поговорить с ним, ободрить его, да, купить мороженое ему, например, да, или, я не знаю, или пригласить еще куда-нибудь. И это также мы различаем с вами. Итак, мы скажем с вами пять принципов. Пять принципов. Кстати, уже нужно заканчивать. Как раз мы на следующем занятии пять принципов и скажем. Но для заправочки один мы все-таки отлучим. Итак, пять принципов эффективного верующего. Эффективного верующего.